И тут мне Саша звонит по телефону и говорит, Андрей, я беременна. Конченой подружкой! Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, и сегодня у меня в гостях, наконец-то, неповторимая... Я Саша. Это будет продолжение второй части «История нашей любви». Прошлое набрало очень-очень много лайков. Вам было очень интересно узнать дальше все подробности, потому что я сказал, что в этом видео будут самые интересные моменты. Я хочу рассказать вам один очень такой классный момент. Мы расстались на два дня. В один прекрасный день Саша решила меня пранкануть. Всегда же я с Сашей пранкую. Мы еще давно когда-то с Сашей общались. Я же надеюсь, ты меня не будешь пранковать беременностью или чем-то еще. Она такая, что, мальчишка, не буду, все хорошо. Из-за смены климата, из-за нагрузок очень больших была задержка. Долгое. Я каждый день вставал вот так вот делал. Проходит неделя, проходит две недели, а месячные не начинаются. Андрюша начинает паниковать. Прошло три недели уже. Андрей вообще там каждый день на измены ходит, потому что... Нашу пропажа. Не хотел бы я побывать в шкуре Макса. И тут мне Саша звонит по телефону и говорит, Андрей, я беременна. Да, ты меня пранкуешь. Что это такое? Не пранканешь. Серьезным голосом говорит, Андрей, это не шутка, я не знаю, что мне делать, мне страшно. И скидывает мне фотографию в Телеграме тестера там, где две полоски. Я на сто процентов уверен, что у вас были такие моменты, когда ток по твоему телу проходит. Такая какая-то дрожь тебя бросает, это все мгновенно, но это очень неприятно. Саша с полной уверенностью начинает говорить, что она беременна. Задержка. Тестер две полоски. Андрей в шоке, я себя еще накручивал эти все три недели. Я говорю, Саша, не волнуйся, я сейчас к тебе приеду, мы все с тобой решим. Давай с тобой пока не будем делать никаких глупостей. На тот момент Макс приехал в Киев. Естественно, он об этом узнал, потому что я выхожу с вот таким вот лицом. Это моя вечеринка. Он спросил сразу, Андрей, у тебя какие-то проблемы, что произошло. Начинал меня утешать, что у него у знакомой была задержка там около двух месяцев. Первая мысль мне пришла в голову рассказать об этом родителям. Они как раз были тогда дома, порадовать маму, свою папу. Прийти к ним в комнату и вот так резко сказать, мама, папа, Саша от меня беременна. Ты станешь бабушкой, ты станешь девушкой. У меня что-то в голове вот там вот чуть-чуть была такая мысль, что это может быть пранк. Но я уже настолько накрутил себя, настолько начитался в интернете об этом, обо всем, что ну все сводилось к тому, что беременна. Я не представлял свое лицо в 18 лет и иметь уже ребенка. Это, конечно, очень круто. Я уже, когда шел к метро, я задумывался о том, что у меня будет сын. Мы будем с ним ездить на рыбалку, мы будем с ним тусоваться, развлекаться. Я его научу всему, чему... Всему, чему надо. Да, всему, чему надо. Знаешь, я даже немножко уже обрадовался, когда шел к метро. А смысл расстраиваться? Скандаль. Но оно что-то поменяет? Нет, оно ничего не поменяет. Итак, небольшая новость для вас. Утро у меня начинается не с кофе, а с мега прикольной игры под названием Агар. Вот так вот она выглядит. Все, что вам нужно делать, это создать своего персонажа, который будет съедать остальных. И из-за этого вы будете получать реальные деньги. Играть можно от 1 рубля, это самое главное. И с 1 рубля можно поднять и нехиленькие денюжки. Также это все принадлежит букмекерской конторе OneWin, которая занимается ставками на спорт. Футбол, хоккей, волейбол, все, что вам по душе. Надежная букмекерская компания. Если что, я оставлю ссылку в описании своего видеоролика. Переходите, делайте ставки. Также не забывайте про вот игрушечку. И будьте всегда победителями. Еще раз повторюсь, ссылка в описании. Приятные игры и только удачи. Что было у тебя тогда в голове, когда ты сидела со своей конченной подружкой и рисовала в фотошопе эти две полосочки? Умелые ручки, зато умею работать в фотошопе. Обращайтесь. И до этого мы с тобой договаривались, что никаких пранков с беременностью. Я вспомнила когда-то твой пранк с кольцом и решила тебе отомстить. Нифига себе. Ты представляешь вообще, что я себе могла бы подумать? Ты мне из-за этого решила отомстить? Вообще нет. А из-за чего? Я не знаю, что тогда было в моей голове, когда я это делала. Блин, женская логика, я понимаю, но не настолько же. А, да, еще эта хитрожопая девочка, вот море такое, со здания такое. Специально я сбрасывала трубку, ставила телефон вне зоны доступа, чтобы это еще больше и больше меня накаляло. Я вижу, мне Саша звонит, я беру трубку и тут она говорит, Андрей, а ты недалеко до метро дошел? Я говорю, сейчас я буду, успокойся, все будет хорошо. Я пошутил. Я такой стою думаю. Смысл, ты пошел. Это был пранк. С моей конченной подружкой тебя разыграли. Мама, не говорила конченной подружкой? Потому что, когда она с тобой тусуется, происходят неприятные ситуации у меня в жизни. Она плохого тебе ничего не сделала. Она сделала мне плохое. Нет. Она тебя подтолкнула на этот пранк. Может быть. Может быть. Сидит и говорит, тю, так давай, Андрей, пранканем, я его тоже не люблю, пусть он поволнуется, пусть он такое проделал. Она ведь нормальная подружка? Так вот пранковать. Под влиянием своей подружки ты решил это сделать. А она сидела и, наверное, там смиралась. Конечно, радовалась. Так вот, Саша мне начинает говорить, мол, Андрей, это был пранк, я стою в ступоре. Я не понимаю состояние. Такие чувства у меня были первый раз в жизни. Все, что я на тот момент сделал, это просто сбросил трубку, и у меня по глазам покатились слезы. Это нервный срыв был. Я не понимаю, как это было. В итоге я понимаю, что Саша очень плохо со мной поступила. Я ей на тот момент не мог больше доверять. Это очень жестоко было. И мы расстались на два дня. Как и Саше, так и мне не нужно делать жестокие пранки. Я понимаю, там, знаешь, пранк с кольцом, пранк с школьницей, которая мне якобы на какой-то телефон звонила. Но это переходит все границы. Поэтому, друзья, я знаю то, что меня смотрят многие пары, которые постарше меня и помладше. Никогда не перегибайте палку в ваших отношениях. Если вы хотите какое-то разнообразие в пранках, придумайте что-то другое. Все, что угодно, кроме этой гребаной беременности. Это просто переходит все границы. Вот такой был поучительный урок в истории нашей любви. И да, ребятухи, надеюсь, вы поставите лайки. Если этот видеоролик наберет максимальное количество лайков, которые только может, я увижу, что вам нравятся такие разговорные видео, формат, все, что у нас проходило в жизни. Лайфстайл, все, что не попадало в камеру. За кулисами. Все, что происходило за кулисами. И да, не забудьте написать в комментарии свою историю. Может, у кого-то было такое же. Я думаю, парни меня понимают. И не одна она такая хитрожопенькая. Поэтому я почитаю ваши истории. Мне будет очень интересно. Также насчет следующих пранков, которые будут, надеюсь, сделаны над Сашей. Я, конечно, немножко злобу затаил. Ну, в плане не такое, что прямо так я сдушу не хочу. Люблю. Саша боится насекомых, пауков, бабочек. Поэтому я помню, такая история у нас была. Лежит Саша в постели, уже хочет засыпать, а я должен был к себе домой ехать. И тут она мне кричит, Андрей, стой. Что это такое на потолке? А я смотрю, там действительно бабочка. Летом ночные бабочки, это очень круто. Я обожаю бабочки. На ручки, брат. Саша мне начинает кричать, Андрей, Андрей, спаси. Там бабочка, там бабочка. Говорю, ну вот эта бабочка, ну что ты, быстро? Она тебя не укусят, она тебе никуда не заползет. Он мне заползет, она мне в ухо, в глаз, в письку, в жопу заползет. Андрей, спаси. Не хотел лезть до потолка, доставать, вот этот стул ставить, тусоваться. У меня кидают подушку. Саша лежит в постели, а бабочка над ней. В итоге она решила сменить свою траекторию. Полететь не в окно, которое было открыто, а прямо Саше под одеяло. Это такая картина, она начинает... Андрей, где она летела? Вот она, вот она, вот она. Такой стресс. Много я перетерпела. Под одеялом у нее летает, уже везде позаползала. Повыползала. Вот такая вот история. Поэтому, Сашенька, возьму тебе вот такого огромного когда-то паука. Ты же забудешь. Где-то через два, через три месяца. А? Подожду, пока ты уснешь. Мне кажется, у тебя там еще стресс будет, да? Я умру. Я выпрыгну с окна. Весь смысл этого видео в том, что если вы кого-то пранкуете, планку держите и не переступайте за ней. Ну а кому понравился данный видеоролик, я думаю, вам несложно ему поставить палец вверх. Так же те, кто не подписан на мой канал, подписаться. Вот такое разговорное видео было. Был сегодня в автошколе. Мне говорят, Андрей, садись за специальные дистанционные. Есть управление, клавиатура, мышка, руль, педали. Я сажусь, начинаю руль чуть-чуть крутить. А машина вот так вот начинает заносить. Она глохнет посреди дороги. Я уже психую. Блин, сука, ты такой, ну едь быстро. Смотрю, у меня уже штрафов там на 10 тысяч гривен. Как? Я всего лишь проехался чуть-чуть. Я за простой машиной нормально езжу, а за дистанционной не смог. В итоге я психанул. Думаю, ох ты, сука. Сдаю назад, вижу, бабка идет. Я уберу и сбиваю в игре. Она такая, оу, щит. И сразу гаичники. А я такой, выход. Мне понравилось людей сбивать. Очень понравилось. Это хорошо. Да, подружка Саша? Нет. Она ж гуляет часто возле дорог. Случайно. Андрей. Колесо занесет. Попадет колесо в яму. Я не успею руль вывернуть в другую сторону. А случайно выверну в ее. Это так, чтобы она хорошо заехала. Не жалей, не хочу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»